Всем здравствуйте, дорогие любители Национальной Баскетбольной Ассоциации! С вами очередной, отчасти юбилейный, 75-й выпуск нашего регулярного подкаста. И сегодня мы снова, как обычно, будем обсуждать самые горячие инфоповоды в нашем первом выпуске 2019 года, связанные с Национальной Баскетбольной Ассоциацией, само собой разумеющееся. И сегодня, как обычно, мне будет помогать разобраться в тех новостях, которые мы решили взять в сегодняшний выпуск. Мой постоянный соведущий, автор телеграм-канала Его Игра, а также одноименного блога на Спортс.ру, Женя, он же Джерри Биг. Привет, Жень! Всем привет! Предлагаю начать сразу же, без какого-либо промедления, начать с новости, которая поступила к нам буквально 5-10 минут назад от Эдрина Войнаровски. Такая мини-бомбочка произошла в Миннесоте. После сегодняшней победы над Лейкерс, которые играют без Леброна Джеймса, несмотря на успешный итог встречи, был уволен главный тренер и президент по баскетбольным операциям Тимбер Вулфс Том Тибодо. Это изменение, так сказать, в команде Миннесота уже назревало давно, как минимум с лета, но все разговоры были до того, как был произведен обмен Джимми Батлера. И после того, как Батлер благополучно уехал в Филадельфию, многие подумали, в том числе и я на самом деле, что, ну, думаю, в этот сезон дадут доработать Тибодо, уже по истечению сезона будут его оценивать работу, именно вот как он показался без Батлера. Но они стали ждать до конца сезона и решили расстаться с бывшим главным тренером Чикаго уже прямо сейчас, буквально на именно таком стыке сезона, ровно в середине. И давай сразу нырнем в обсуждение этой ситуации, тем более она только-только что произошла. Жень, для тебя эта отставка стала какой-то непредсказуемой и считаешь ли ты уволить Тибодо вот именно прямо сейчас правильным решением со стороны руководства Миннесоты? Для меня было, в принципе, более-менее очевидно, что они не хотят продлевать с ним контракт, но в таком случае вопрос, зачем ждать? То есть, если они действительно, ну, если Тейлор был недоволен, и он очевидно это высказывал и в августе, и в сентябре, то в развитии ситуации с Батлером, ну, логичным было убрать именно Тибса. Тут больше веселит не то, когда его убрали, ну, середина сезона, так середина, если вы все равно его не оставите, так, ну, пусть он уже уходит и пусть приходит тот чек, который вам нужен. Меня больше веселит вот именно кандидатура того, кого предлагают на замену, потому что Войнаровский написал, что Глент Тейлор склоняется в сторону Фреда Хойберга, и то, что якобы Фред Хойберг может занять одну из двух должностей в клубе, и вот это меня совершенно убивает, потому что мало того, что Хойберг ничего не показал как тренер, ну, тут как бы ладно, он хотя бы знает, что делать, но как генменеджер, он в принципе не может даже, на мой вкус, даже рассматриваться, по простой причине ключевая задача генменеджера найти общий язык со звездными игроками, ну, в принципе с игроками, но и со звездными в том числе, в первую очередь. Весь опыт работы Хойберга показывает, что он со звездами никак не контачит. Ронда, Батвинг, ну и так далее, то есть тут перечень достаточно длинный. Зачем? Как? У меня, собственно, нет мыслей на эту тему, ну, Глент Тейлор в своем репертуаре, к сожалению. Соглашусь с тобой относительно кандидатуру Фреда Хойберга, если хотите, дорогие слушатели, можете обратиться к нашему 73-му, если мне не изменяет память, выпуску, в котором мы обсуждали увольнение Хойберга из Чикаго, и я там, в принципе, довольно-таки радикально выразился относительно Хойберга и сказал, что, в принципе, человеку давали авансы, даже вот перед началом этого сезона, после нескольких провальных предыдущих, что вот, тебе дается абсолютно новая молодая команда, твори с ней что хочешь, хоть что-то и делал в университете Флориды, еще в NCAA, хоть вообще что-то новенькое придумывай, и он в этом как бы абсолютно провалился, и даже вот к твоему замечанию, Жень, относительно нахождения общего языка со звездами, тут не то, что о Баттлере с Ронда речь идет, он не смог найти общий язык с Лавином, который в этой лиге пока что слабо что из себя представляет, и единственное, что у него есть, это способность набирать много очков и какие-то неоправданно завышенные амбиции, и даже вот если он с такими игроками не может находить язык, то я боюсь, что с Карлом Энтони Таунсом и Уиггинсом тут тоже такой истории не получится, и спорное решение Миннесоты, может быть они в состоянии аффекта после увольнения Тибодо, находятся и просто просматривают самых последних увольных тренеров ассоциаций, и просто по большому счету тычут пальцем в небо, а по поводу увольнения Тибодо, ну я уже сказал, я немного удивлен, хотя на самом деле причина-то, почему это могло произойти, есть, потому что Миннесота не сейчас вроде, ну они борются за плей-офф, да, у них показатель 19 побед 21 поражение, но мне кажется это максимум того, чего Тибодо мог достигнуть именно вот уже с этим составом после обмена Джимми Баттлера, и да, сейчас могли бы дела у Миннесоты конкретно хуже начать пойти в любой момент, из-за того, что на долгое время вылетел определяющий для них с недавнего времени игрок Роберт Ковингтон, которого, как уже по старой доброй своей традиции Тибодо загонял, и тот получил травму, он абсолютно важнейший игрок для Миннесоты с точки зрения обороны, и как бы многие еще думают, что да Тибодо, он же защитный мастер, ему одним Ковингтоном больше, одним Ковингтоном меньше, но при этом, как показывает практика, у Миннесоты в этом сезоне лишь 20-й дефенсив рейтинг, в лиге 111.3, на протяжении двух прошлых сезонов Миннесота также ни в коем случае не была защитным джиггернаутом, если, как бы это очень мягко сказано, команда всегда стабильно, даже с Баттлером, обитала между 20-х и 30-х строчек по этому показателю, это именно за счет чего Тибодо получил эту работу, эту часть своих обязанностей он вообще не выполнил, и, да, также, ну, тайминг для меня удивлен, потому что они сегодня Лейкерс обыграли, и, ну, просто как-то это, наверное, неправильно звучит, хотя, опять же, для масштабной картины, мне кажется, эта победа над Лейкерс особой роли не имеет, к тому же, как я уже сказал, там не играл Леброн. Что будет теперь с Миннесотой? Посмотрим. И заранее для тех людей, которые хотят сказать, что вот, Миннесота выперла Тибодо из-за того, что тот не давал, может быть, шанса молодым, и в основном делал ставку на Роуза, Тига и вот этих вот как раз-таки Гибсонов, Уиггинсов и Таунсенов. Ну, не сказать, что это правда совсем, потому что тут есть два примера, которые одновременно и подтверждают эту теорию отчасти, и ее опровергают. Опровергает ее пример того, что, например, в этом сезоне по 20 минут в среднему за Миннесоту бегает новичок Джошуа Коги, который пока что, с точки зрения атаки, абсолютно нулевой персонаж. У него всего лишь 36% с игры, 24% за Дуги, но при этом он выкладывается и делает это очень знатно в обороне. И именно за счет этого, мне кажется, он получил доверие у Тибодо. С другой стороны, как мне кажется, он, Том, немного загнобил разыгрывающего Тайуса Джонса. Да, я понимаю, что есть Тиг, есть Роуз, но при этом их можно как-то сочетать на позициях атакующего защитника и разыгрывающего. И, опять же, может быть, ставить Джонса чуть-чуть на минуты о Коге. Да, у Джонса с уверенностью чуть-чуть просело после того, как его Тибодо, так сказать, посадил на дальний край скамеки с точки зрения реализации своих бросков. Меньше 40% с игры, меньше 30% за Дуги, но при этом человек является одним из самых фиктивных разыгрывающих в лиге по соотношению количества результативных передач к потерям. То есть у человека почти 4 результативные передачи за игру и при этом лишь 0,6 потери. И мне кажется, такие игроки должны получать минуты. Яркий пример игрока, которому вот был такого, вот также выделялся с такой статистическим данным, которому дали шанс и который появился на полную катушку, какой-то Спенсер Дин Уиди из Бруклина. И вот теперь человек стал одним из таких ведущих защитников Бруклина, который на минуточку борется сейчас за плей-офф на Востоке. В общем говоря, были вопросы к Тибодо. Не могу назвать эту отставку нелогичной, но как-то вот время, тайминг ее меня как-то немножко смущает. В принципе, мне по этому поводу нечего добавить. Жень, у тебя есть что-либо добавить по Тибодо? Или можно приступать к обсуждению следующей темы? Вот же вот только что сказал, что еще рассматривается Монти Уильямс. Если помните, он когда-то тренировал. Ну, я думаю, что все это пока просто разговоры и мы дождемся. Единственное, вот по поводу тайминга. Почему сейчас? То есть, обычно, если уж тренера увольняют, понятно, что я не вижу смысла его ждать, но если ты тренера увольняешь посреди сезона, то у тебя или готова замена, или тебя сам тренер настолько достал, что, ну, это просто какой-то там ужас, кошмар. То, что сейчас Тибода уволили с обеих позиций, включая президента по баскетбольным операциям, там сейчас остался его ставленник в роли ген-менеджера, Лейден, по-моему, его фамилия. Вот. Я не знаю, насколько долго еще Лейден просидит в этом кресле. И если еще убрать этого, то команда останется вообще без руководства, без высшего руководства. Это означает, что Глен Тейлор будет вникать глубже в дела клуба, и это пойдет Миннесоте только в минус, а не в плюс. Все, я, пожалуй, закончу. Думаю, на этом моменте можно уже считать эту тему достаточно раскрытой нами и перейти к обсуждению следующей темы, которая на повестке дня у нас будет. Перед тем, как мы начнем по нашей традиции обсуждать дела командные, хочу обсудить быстренько один обмен, который произошел на прошлой неделе. Не сказать, что какой-то громкий, но при этом, мне кажется, какую-то пользу одной из команд, по крайней мере, участвующих в этой сделке, он может принести. Обмен между Мемфисом и Чикаго, в результате которого Джастин Холидей отправился в Мемфис, а в обратном направлении отправились Маршон Брукс, Уэйн Селден и два пика второго раунда Мемфиса, а именно 2019 и 2020 годов. Жень, каковы твои мысли по поводу обмена? Считаешь ли ты, что в нем есть выигрыш, ну, и сторона, которая выиграла от него? Или ты рассмотришь этот обмен чисто ради галочки, потому что, ну, ты не считаешь его каким-то очень примечательным вообще в этой ситуации? Он действительно не особо интересен, я удивлен, что мы его обсуждаем, но вопрос в том, что Мемфису, допустим, Маршон Брукс, он им вообще не сдался ни за чем, Селден, он достаточно молодой игрок, но почему-то Мемфис от него избавляется. Я не знаю, почему. Я уделял Мемфису достаточно мало внимания, поэтому по Селдену у меня мнение сейчас отсутствует. Может быть, есть какие-то причины, почему он ушел из состава. А Джастин Холледа, это был, собственно, единственный, более-менее возрастной игрок в Булс, помимо Робина Лопеса, который не вписывается в долгосрочную стратегию развития команды. Поэтому они согласились его отдать Мемфису. Мемфис вроде как борется за плей-офф сейчас, ну, пытается, в то время как Булс смотрят в будущее. И Селден, может быть, рассматривается ими как человек, который, находясь в той же возрастной категории, что и ядро игроков, Булс может быть интересен и полезен. Это единственное, на мой вкус, возможное объяснение этому обмену. Я тебе объясню, зачем мы взяли этот обмен в обсуждение сегодня. Я просто хотел, может быть, так вкратце обсудить с тобой ситуацию в Мемфисе, сложившуюся, потому что после момента, когда мы их так сравнительно похвалили в одном из наших прошлых выпусков, команда просела в игровом плане. И на данную секунду они занимают 12-ю строчку в Западной конференции. Они спустились на уровень условно Миннесоты и Далласа. У них сейчас 18 побед, 21 поражение, и при этом, по слухам, ситуация в раздевалке не самая лучшая, потому что, опять же, судя по недавней информации, там даже дошло дело до рукоприкладства между двумя сокоманниками. Между собой это Гаррет Темпл и Омри Каспи. И с этой точки зрения, мне кажется, нужен был какая-то встряска, даже вот, может быть, такая минимальная, которая была вызвана этим обменом Мишкам, потому что, ну, нужно что-то делать. Команда реально действительно борется за плей-офф и сейчас предполагает какие-то вот такие шаги, чтобы эта гонка не закончилась провалом, потому что, помимо этого, еще информация сегодня поступила, что Чендлера Парсенса на неопределенное количество времени отстранили от команды. Ну, не то чтобы отстранили, но просто Парсенса не будет в коллективе, потому что, по слухам, опять же, он там возбухал чуть-чуть, грубо говоря, по поводу того, что я вроде уже здоров, но мне не дают минуты, и почему я должен играть, я зарабатываю больше 20 миллионов в год, а не играет человек, ну, потому что есть игроки сильнее в нынешнем Мемписе. Если же говорить именно по обмену, я вот буквально одну такую заметку сделал, это, безусловно, должно пойти в плюс Мемпису, потому что ни Брукс, ни Селден в этом сезоне не играли какие-то существенные минуты для Мемписа. И вообще, это, наверное, игроки, которые в этом году в составе Гризлис числятся во многом благодаря тому, что сумели, так сказать, не дать Мемпису в прошлом году стать худшей командой в истории ассоциации, потому что, ну, был тот момент, когда не играл ни Конли, ни Газоль, мы все это прекрасно помним, Тарик Эванс там тогда зажигал, и вот тогда вот именно Маршон Брукс прилетел на конец регулярного чемпионата и закидывал 20 очков в среднем за игру, вот за несколько игр, что играл. И Уэйн Селден был далеко не на последних ролях, но вот в этом году они свой успех не могли закрепить, так сказать. С точки зрения вот самого слабого, наверное, компонента в игре Мемписа, это вот именно игра с дальней дистанции, которая никогда особо их не была коньком, в этом году дела стабильно не очень для них. Они 26-й по попыткам в лиге с трехочковой и 21-й по реализации, с показателем чуть больше 34%. С этой точки зрения, если посмотреть на обмен, то он Мемпису должен сыграть на руку, потому что ни Брукс, ни Селден не стреляли больше 32%. Брукс так вообще 28%. Из-за дуги имел процентов, что ну очень мало по современным меркам лиги. А Холиды при этом имеет 36% при четырех попытках в среднем за игру, то есть может быть как-то поможет к Мемпису именно усилить дальнобойную мощность команды и при этом может быть какой-то спейсинг привнести. Вот какие мои мысли по Мемпису. У меня единственный вот последний вопрос относительно этого обмена. Жень, как ты считаешь, вот сможет ли как-то с моральной точки зрения этот обмен может быть как-то привнести положительные изменения в раздевалку у Мемписа или тебе кажется, что это как бы ну чуть-чуть не связанные между собой вещи? Я не знаю, насколько они, эти игроки, которые ушли, влияли на раздевалку, потому что Селден, как я уже говорил, это новичок, ну второводка. А Маршон Брукс это человек, который не авторитета особого там какого-то значительного в лиге не имеет никаких-то достижений. Поэтому может быть это действительно для какого-то улучшения общей обстановки, но скорее всего тут причины исключительно игровые, на мой вкус, потому что Джастин Холлидэй это человек, который будет в ротации, а оба ушедших, они из ротации выпали. Ну все, на мой вкус. Поехали может дальше, да? Да, поехали дальше, абсолютно ты прав. Поговорили о проблемах в Миннесоте, предлагаю теперь поговорить о проблемах команды в результате обмена, с которой Джимми Баттлер как раз-таки уехал. Оттуда это Филадельфия. Да, друзья мои, такого ни разу не было и вот снова произошло. Джимми Баттлер, по слухам, недоволен ситуацией Филадельфии и по самым разным источникам, по недавней информации, у них состоялся такой конфликт на предматчевых установках с главным тренером команды Бреттом Брауном, главными пунктами которого было недовольство Баттлера с слишком негаистичным стилем игры Филадельфии, потому что на вкус Баттлера команда должна больше играть через довольно-таки более старомодные комбинации из разряда пик-н-ролл и простые обычные изоляции. Плюс еще давайте к этому приплюсуем недавнее выраженное недовольство Джоэлем Эмбидом, который уже пару раз как минимум в этом сезоне заявлял, что он не очень доволен той ролью, которую ему отводит на поддемии Брэд Браун, тем, что дает ему слишком большое количество времени играть вдали от кольца, а не вблизи, как любит играть камерунец. К тому же, опять же, с Бен Симмонс, по слухам, там тоже не помогает ситуации стабилизироваться со своими какими-то такими замашками на роль первой звезды, при том, что играет он рядом не с Аббис Кем, а с Эмбидом и Баттлером, на секундочку. И даже вот сегодняшнее интервью Эмбид, которое давал он буквально сегодня перед игрой с Далласом, когда он пытался провернуть ситуацию, связанную с Баттлером, но при этом он, по большому счету, ее подтвердил, сказав, что да, бывает, что люди приходят, бывает, что люди пытаются встроиться в новый коллектив, и это, ну, иногда нужно давать время на то, чтобы все это произошло. И, ну, по-моему, для меня эти слова стали, ну, очевидным индикатором того, что реально в Филадельфии сейчас все не так уж солнечно, как в одноименном сериале. И хочется задать тебе вопрос, Жень, как тебе кажется, обоснованы ли претензии к Бретту Брауну, от Баттлера и Эмбидо, в частности, или, как бы, вот тот, что делает Баттлер сейчас, это просто у него в крови выражать недовольство всем, чем что ему попадает под взгляд, и является ли Баттлером идеальным примером старой доброй русской поговорки «не понос так золотуха». Как тебе кажется, кто в этой ситуации прав, кто виноват? Ну, я не готов кого-то обвинять и выносить суждения. Мне кажется, что... Давай так. Играет ли Филадельфия так, как она могла бы играть с учетом трех игроков из топ... Ну, давай топ-30 лиги, может, топ-40, потому что Симмонс где-то далеко внизу. Она играет так, как она могла бы. Ну, я так скажу. После обмена Баттлера я не увидел какого-то резкого скачка в игре Филадельфии. То есть, мне кажется, она вот как играла на уровне 60-70% побед, так и продолжала играть даже после прихода Баттлера. Но я это связываю не с тем, что звездные игроки вот в лице этого трио как-то себя недопроявляют, а в том, что состав у Филадельфии просто вот между лучшими четырьмя игроками команды и остальными исполнителями в ростере просто слишком большая разница. Я вот так вот скажу. Ну, у Golden State примерно та же ситуация. Они идут чуть-чуть лучше. Тут вопрос... Для меня лично вопрос в том, что Браун не в состоянии найти варианты использования этих игроков. И вот это вот меня смущает больше всего. Потому что я уже там 150 раз написал на канале, что Баттлер это лучший... был лучшим игроком в четвертой четверти в целом в лиге на момент обмена. За последние две недели Баттлер в клатчах мяч не получал. В принципе, вообще. Они так проиграли Бостону. Они не взяли те победы, которые должны были брать перед этим. Поэтому я не думаю, что это логично и правильно. И команда не... На мой вкус, она не понимает, кому уделять большее внимание. Поскольку... Они ставят звезд выше команды. Ну, исходя из этого, все проблемы и идут. Потому что если бы... Принято ругать Сан-Антонио. Но по факту, если обратить внимание на систему Сан-Антонио, у них всегда интересы командные стояли выше интересов личных, выше интересов людей. И то, что Кавай ушел, это в частности является отражением того, что интересы команды стояли выше, чем интересы дяди Денниса. И это его не устроило. Ну, а Кавай просто оказался между молотом и наковальней, и поэтому пошел за семьей. Что касается данной ситуации, вот у них есть JL Embiid. Понятно, что это человек, за которого надо держаться, и который, в принципе, в топ-20 в лиге входит железно. Я не хочу ставить его там куда-то на конкретное место, а он там между пятым и двадцатым местом. Дальше у вас есть батлер, который, в принципе, тоже где-то вот в тех же пределах обитает. Кто как хочет, его может оценивать. Ну, где-то между там десятым и двадцатым местом батлер тоже там же находится. И есть Симмонс, который теоретически мог бы вырасти, но явно не может. Симмонсу нужен мяч в руки и команда вокруг него. Симмонса не просто так сравнивали с Леброном, потому что из-за отсутствия броска он должен быть единственным человеком, который несет постоянную угрозу из краски. А, соответственно, команда с батлером и Эмбидом это не команда для Бена Симмонса. Поэтому, если бы у Филадельфии были достаточно крепкие, ну, давай скажем, нервы, они бы уже сейчас искали обмен под Бена Симмонса. Но чего нет, того нет. Поэтому, на мой вкус, то, что сейчас происходит, это логичное следствие посредственности тренера. Потому что для того, чтобы выстроить игру вокруг трех звезд, играющих примерно одинаково и любящих атаковать из почти одной и той же зоны, для этого надо быть очень-очень-очень серьезным специалистом. И это не про Брэка Брауна. Я его хвалил в прошлом году именно за его способность найти общий язык с игроками и способность поддерживать хорошую атмосферу в команде. Но то, что он не лучший тактик, это вот сейчас бьет по шансам Филадельфии очень сильно. Если помнишь, после обмена я сказал, Филадельфия теперь строго занимает четвертое место по силе в конференции. Вот они сейчас на четвертом месте. Я думаю, что четвертое место – это их, скажем так, потолок. И, соответственно, их же пол. И через там еще два десятка матчей они окажутся на своем месте. Ну, что я могу добавить к твоему тезису? В принципе, согласен более-менее со всем, что ты сейчас сказал. Баттлер чуть ли не в одно лицо, так сказать, взял две концовки для Филадельфии после своего прибытия в состав Сиксерс. Если я не ошибаюсь, то это были геймвинеры против Бруклина и против Шарлотт, соответственно. И именно, да, я тоже обратил внимание, что в недавних играх Филадельфии, когда Баттлер был здоров и играл, ему давали недостаточно мяч. Я понимаю, что нужно удовлетворять интересы своего франчайза имбидо, но при этом надо быть еще и довольно логичным человеком и играть на результат. И если смотреть на положение делами с такой точки зрения, то мяч в руках у Джима Баттлера в клатче – это должна быть как данность Филадельфии, по крайней мере, на определенном этапе. Но я не могу сказать, что я прям обвиняю Бретта Брауна в том, что Филадельфия оказалась в той ситуации, в которой она оказалась, потому что мне кажется, что сейчас Браун для Филадельфии является неким таким, если вы мне позволите такую аналогию, к Кевином Лавом времен чемпионского Кливленда, когда любая проблема случалась, то был один козел отпущения, в чьи стороны летели все шишки. И вот мне кажется, Браун оказался сейчас заложником похожей ситуации, потому что с игровой точки зрения мне даже на самом деле не к чему к нему прикопаться. Команда играет по современному игру. Очень много атакуют с трехочковой дистанции, несмотря на то, что потеряли как минимум одного из самых лучших своих трехочковых шутеров в лице Ковингтона в обмене с Баттлером. При этом команда отлично двигает мяч, третий по ассистам. И вообще, я сейчас не понимаю эту претензию Баттлера, что команда слишком много двигает мяч. Ну окей, когда тебе дается мяч, просто бери инициативу на себя и иди под кольцо. И если ты будешь зарешать моменты, а ты умеешь решать, и ты это уже показывал не только в составе Филадельфии, но и в составе Миннесоты с Чикаго, просто делай, я уверен, что Брэд Браун тебе ни слова не скажет. Но нет, нужно вот именно вот как-то, мне кажется, повонять. И если честно, меня уже, вот, как-то я не удивлен сложившейся ситуацией, но при этом, как бы, отношение к Баттлеру с каждым таким инцидентом становится все хуже и хуже. Ну, мужик, слушай, я понимаю, что ты альфач, я понимаю, что ты хочешь выигрывать прямо сейчас, и пытаешься сделать абсолютно все, вот, в определенных каких-то моментах, вот, абсолютно максимум, 100%. Но, во-первых, так не бывает, а, во-вторых, ну, если ты уже начинаешь выражать недовольство в третьей команде подряд, при этом та причина, по которой ты вроде как набил игроков Миннесоты, что там не хватало желания выигрывать прямо сейчас, у тебя с лихвой восполняется имбидом и симмонсом, по которым видно, что, по крайней мере, по имбиду, что они вот готовы рвать и метать прямо сейчас. А теперь ты приходишь и жаловуешься на командную игру, ну, камон, честно, очень надеюсь, что Баттлер все-таки чуть-чуть поадекватнее станет воспринимать свои силы, свою важность в этой лиге, и, ну, как минимум, что имбид с симмонсом ему покажет, что, дружище, хватит создавать слона из мухи, потому что вот мы тут есть, ты сейчас отдохни, играешь ли ты не из-за того, что у тебя травмы, или не играешь ли ты из-за как раз какого-то пресловутого конфликта. Вот смотри, мы выигрываем, хочешь присоединяйся и побеждай с нами на протяжении следующих лет, хочешь уходи. Вот мне хочется, чтобы именно такая ситуация произошла, потому что если летом Джим Баттлер все-таки решит снова сменить команду, то, во-первых, ну, это будет, мне кажется, в лиге расценено очень неоднозначно, потому что человек дал вроде как свое добро при обмене из Миннесоты, и за него отдали не самые последние активы в лиге. И если он не сдержит свое слово, то, во-первых, это, мне кажется, ударит в репутации, но, во-вторых, вот третий случай конфликтности. Мне будет очень интересно вот в такой ситуации посмотреть, кто из команд ассоциации рискнет кинуть в него максималкой. Сакраменто, я думаю, потому что, как бы, команда хорошо порой в этом сегодня играла, но менеджмент у них остается все тот же, это Ранадиви с Дивацем. И, да, мне кажется, единственное, что мне бы хотелось у тебя, Жень, спросить, перед тем, как мы закруглимся с обсуждением Филадельфии, как тебе кажется, по крайней мере, по ситуации вот на сегодняшний день, как тебе кажется, ты бы стал бы напрягаться на месте Филадельфии относительно вот, ну, возможного ухода Джимми Баттлера? Или все-таки слишком рано о чем-то таком говорить, что вот действительно Баттлер сейчас серьезно рассматривает возможность покинуть 7-6? Вряд ли он рассматривает такую возможность, а насчет того тезиса, о котором ты говорил, что давайте вот Симон с Эмбидом скажут вместе, они не скажут вместе. В этом еще одна такая небольшая проблема, потому что они между собой не друзья, вообще никак. И то, что они не, ну, скажем так, не являются хорошими, дополняющими друг друга игроками, это опять-таки отрицательная, так сказать, заслуга Брауна. Симонс без броска, он в эту команду не впишется. И если Баттлер с Эмбидом, они будут и могут играть в паре. Баттлер с Симонсом уже хуже, но тоже они могут играть в паре. То есть любые два человека из этой команды, они нормально будут смотреться. Все втроем, это не самый лучший вариант. Поэтому Сикстеры должны определиться просто, кого они хотят оставить. Я абсолютно понимаю там возмущение Баттлера, я понимаю возмущение Эмбидо, потому что он считает, что он должен быть первой звездой, Баттлер считает, что он должен быть первой звездой. У Симонса на эту тему свое мнение. Поэтому, ну, это классическое, когда в товарищах согласия нет и все такое. Поэтому я даже тут особо останавливаться не буду. А насчет того, уйдет Баттлер или не уйдет, если Филадельфия его не переподпишет, это будет логичным следствием их политики, точнее отсутствия их политики, потому что они ведут себя не совсем логично. Ну да, тут еще можно и пристануть пресловутую историю с Фульсом, который уже не играет довольно-таки давно. И если они как бы даже не могут, так сказать, спустить курок по решению ситуации с Фульсом, то о каком решении вопроса там с возможным обменом Бена Симонса, о котором вот ты говорил, и по которому ты абсолютно прав, о каком вообще вот таком настолько серьезном решении может идти и речь. При всем уважении к Алтону Бренду как к игроку, но мне кажется, да, рановато он пришел на роль генерального менеджера. И вот этот вот как раз-таки все страхи, которые витали в время того, когда Филадельфия пыталась найти генерального менеджера, о том, что будет очень много людей принимать участие в процессе, в связи с чем не будет какого-то постоянного согласия относительно каких-то быстрых решений, как мне кажется, оправдались, и положение дел в офисе Филадельфии прямо сейчас это подтверждает. Посмотрим, потому что у нас уже на самом деле уж совсем скоро обменный дедлайн, сможет ли вот такую свою обменную потенцию Филадельфия как-то изменить. Ну, опять же, трейд батлера не в счет. И порешать хотя бы вопрос вот как бы с Фульсом, а не то, что там с Симонсом. Ну, а так, да, на данную секунду четвертая строчка Филадельфии на Востоке. Женя считает, что они вот где-то там, наверное, и будут. Я скажу, что мне кажется, их может быть одна команда сможет пододвинуться этой четвертой строчке, но об этой команде мы поговорим сегодня чуть-чуть попозже, а пока что предлагаю приступить к обсуждению одного западного коллектива, очень симпатичного мне в этом сезоне, нерационально симпатичного, но все равно команда, которую, как мне кажется, можно отнести к числу, на данную секунду, по крайней мере, к числу одного из фаворитов на попадание в финал западной конференции прямо сейчас. И я веду речь об Аклахоме Сити Тандер, о которой мы в этом сезоне детально не разговаривали пока что, и спешим исправлять свои ошибки. Команда Билли Донована на данную секунду занимает вторую строчку в западной конференции прямо за Денвером, имея в своем активе 25 побед и 13 поражений. При этом команда занимает двадцатую строчку в ассоциации по офенсив рейтингу с показателем 108,8 и являются абсолютными лидерами по дефенсив рейтингу с показателем 102,6. И я напомню, что пока что в этом сезоне за них не провел ни одной минуты на паркете. Вроде как предполагающийся перед началом этого сезона, по крайней мере, лучший защитник этой команды Андре Робертсон, который до сих пор лечится от серьезной травмы, которую получил в прошлом сезоне. Но вот как-то даже без него Оклахома является просто зубодробительными с точки зрения игры на своей половине площадки. И как бы хочется обсудить их успех и его закономерность. Жень, каковы твои вообще впечатления от перформанса Оклахомы в этом сезоне? И какие-то, может быть, тактические нюансы, которые тебе приглянулись в игре Оклахомы? Или это просто такое удачное стечение обстоятельств и тащерство Пола Джорджа в этом сезоне? Как тебе кажется? У них интересная достаточно была серия. Победная после четырех поражений на старте. Но все это... Я понимаю, что с Оклахомой смешная ситуация. С одной стороны, команда, в которой Прести постоянно делает какой-то шаг, потом шаг оказывается не очень выигрышным и Прести творит какое-то чудо, чтобы сделать команду более-менее играбельной и при этом не разорить полностью владельцев. Потом... Ну, вот вроде у них есть определяющая, так скажем, их сторона защиты. Тут выпадает лучший игрок защиты. Они там кое-как доигрывают сезон. На следующий сезон они выходят абсолютно лучшей защитой в лиге. И произошло это после того, как одного из лучших защитников Роберсона заменили на одного из худших на Шрёдера. И все равно Оклахома играет в защите и играет в защите очень крепко. Третий момент это... Почему я считаю это нелогичным? Потому что Уэстбрук очень сильно просел по всем бросковым критериям. Включая штрафные. У него там 63 или 64% сейчас со штрафной. И это показывает... Ну, как бы один из самых главных индикаторов того, что Уэстбрук проблемы с броском. Он никогда не был там сколько-нибудь серьезным шутером. Но в этом году это переходит все разумные границы, потому что 23% с трёхи это беда. И ладно бы он бросал один раз за игру, но он же бросает почти 5 раз за игру с трёхи. А это, конечно, проблема. Но следует отдать должное всё-таки тренерскому составу. Я не знаю, кого лично следует выделить за ту организацию игры в защите. Но Оклахома – это именно команда. Потому что та защитная схема, которую они исповедуют, она предусматривает постоянную коммуникацию. В принципе, любая хорошая защита, она построена на постоянной коммуникации между игроками. И то, что игроки общаются между собой, это невозможно, если есть какие-то личностные проблемы. Вот какие-то персональные, кто-то кому-то не нравится, кто-то кому-то на ногу наступил и так далее. В Оклахоме этого нет. И вот это одна из, наверное, ключевых заслуг менеджмента команды. Опять-таки, я не буду показывать пальцами, я не знаю, кто именно отвечает за это дело. Но то, что они вот так друг другу помогают, подсказывают, они играют вместе. И в лучшую защиту умудрились вписать такую дырищу, как Дэни Шрёдер. И он перестал быть дырой. Он все еще плох один в один. Но подстраховка и наличие Адамса рядом. Но помогает ему удерживаться в нормальных, скажем так, удобоваримых рамках. И опять-таки, вот вместе на одном паркете двух настолько доминирующих на мяче игроков, как Шрёдер и Уэсбрук, их не только умудрились удержать, но они еще и оказываются относительно эффективны. Ну, слово Уэсбрук и эффективность, это... Ну, они сложно умещаются вместе, но тем не менее, игра команды, она не проседает. Скажу больше, если раньше в Уэсбрук предъявляли за то, что он не играет в защите, он теперь играет в защите, он не выключается. То, за что раньше можно было ему, в принципе, абсолютно честно и логично, ну, то, что можно было ему поставить в укор, теперь он не выключается из защитных действий команды. Он доигрывает. Да, там не идеально, безусловно, этого никто не ждет, но он доигрывает. Он всегда включен. Он всегда в работе. И это очень большой успех для менеджмента, я считаю. Потому что они в лидерах, мне кажется, что это абсолютно правильно. Да, у них, ну, скажем так, у них было не самое сложное расписание, но в любом случае команда заслуживает всех тех положительных оценок, которые ей дают американские журналисты. Я не знаю, как они будут смотреться на поздних стадиях плей-офф, потому что со скорингом там беда и эффективности там недостаточно. Но я их вижу сейчас во втором раунде это абсолютно точно, и они могут туда не попасть только из-за очень плохого посева, очень неудачного. Все. Соглашусь относительно Оклахомы, пока не забыл под повод твоих пунктов, по поводу их расписания, их календаря. Да, ты прав, у них сравнительно легкий календарь, если верите рейтингу Strength of Schedule, который как раз-таки идентифицирует сложность расписания команд. Оклахомы там на третьем месте из 30, то есть, ну, сравнительно в лидерах по допустимости, там, сложности игр своих. По поводу статистических каких-то таких линеек Оклахомы, команда играет в атаке плюс-минус в то же самое, что играла всегда, а именно у Уэсбрука направленное нападение. Если какие-то результативные передачи происходят, то это в основном благодаря стандартному проходу Уэсбрук бежит под кольцо и бросает мяч открытому партнеру, а тот бросает. Как и следствие, 25-я строчка в ассоциации по количеству ассистов, чуть больше 22 за игру. Мы в прошлом выпуске с тобой, Женя, обсуждали Сан-Антонио, как такую команду адепт баскетбола прошлой эры без какого-либо большого количества трехочковых бросков с большим, так сказать, наклоном, уклоном в средние. У Оклахомы в этом плане даже на самом деле чуть-чуть ситуация похуже, я так скажу, только тут, наверное, у них замещаются не средними бросками, а именно какими-то дерзкими пароходами под кольцо и монструозной игрой Стивена Адамса на чужих счетах, который является, если я не ошибаюсь, лидером ассоциации по количеству подборов в нападении. Около пяти, всего у Адамса чуть больше десяти подборов за игру. И вот за счет этого как-то Оклахома живет, потому что если посмотреть вот на пятерку, ну, пятерку ключевых игроков Оклахомы прямо сейчас, в которую входит Пол Джордж, Рассел Уэсбрук, Стивен Адамс, Джерин Грант и Пол Шрёдер, то там один всего лишь человек из этих пятерых бросает трехочковый выше среднего, чем в лиге, в эстетии. И это, конечно же, Пол Джордж. Джерин Грант, которому выписали такое нехилое соглашение летом на 27 миллионов и три года, сделал шаг вперед, существенный в этом сезоне. Да, ему дали роль посерьезнее, но при этом он сделал, ну, он осуществил прогресс в первую очередь как раз-таки в бросках с дальней дистанции. То есть, насколько я помню, Грант редко за тридцатку переваливал в прошлых сезонах. В этом году у него средний показатель по лиге 35%. Ну, остальные же трое. Уэсбрук ты абсолютно правильно отметил. Человек никогда не бросал. В этом году вообще 23% бросает. Это никуда не идет. Адамс, как мы все помним, вообще не растягивающий большой от слова совсем, который штрафные броски бросает не лучшим способом, всего лишь 54%. Шрёдер, как бы, тут ситуация плюс-минус то же самое. У него из дуги 31%. Если же смотреть на остальных игроков в Оклахомы, то, мне кажется, они вообще, можно сказать, проваливают этот сезон. За исключением, может быть, Нерландс Нойла, который бегает свои 14 минут в среднем за игру, проводит их довольно эффективно. 5 очков, 5 подборов в защите. Пашет, будь здоров, больше одного перехвата. И полтора блока за 15 минут. Ну, это показатель крутой. Это напоминает мне Нойла, вот именно образца первого сезона Филадельфии. И первых 20 игр после обмена в Даллас в свое время, вот когда человека реально была верой. И считали, что, может быть, реально это будет такой узкоспециализированный человек, вот именно направленный на оборону в основном. И вот на пик-н-ролльное такое нападение с резкими прорывами под кольцо. Вот Нойл сейчас выступает в лучшей версии самого себя. Если же посмотреть на других, то просто, ну, как бы, меня кондрашка берет, если честно. Потому что человек, который проводит, вот, находится на данную секунду на шестой строчке в команде по количеству, приведенному на паркете, Теренс Фергюсон, второгодка из Австралии, но он абсолютно неэффективен от слова совсем. Он проводит по 21 минуте в среднем на паркете. При этом у него 38% с игры, 30% из дуги. И он ничего не делает, кроме как вот пытается безуспешно забросить мяч в кольцо. В обороне он, вот, кроме старательности, мне ничем абсолютно не приметился. На подборах он вообще никак, особенно учитывая тот факт, что Уэсбрук снова имеет трипл-дабл в среднем за игру. И в обороне все в отскоке забирает сам. А в нападении, как бы, там Адамс никому не дает, так сказать, начатырить себе статку. В комбинационной игре Фергюсон тоже, как бы, никакущий пока что от слова совсем. И я сейчас не понимаю вообще надежды болельщиков в Клахомо, связанные с его, там, потенциалом, ростом. Не знаю, разное я видел в этой ситуации, когда игроки вообще из никого превращаются в доствольно-таки крепких ролевиков. Вот такая первая ситуация, которая пришла в голову, это Тони Снелл, образца трех лет назад, когда он тоже человек, который играл на уровне, вот, нынешнего Фергюсона, и потом за один год заработал себе на 40-миллионный контракт одним удачным сезоном. Может быть, и с Фергюсом такое произойдет, но в этом году пока что он никакой. Абринос, человек, который должен был становиться одним из главных снайперов Клахомы в этом сезоне, имеет 32% из дуги. Патрик Паттерсон, с которым произошла какая-то абсолютная метаморфоза, потому что до подписания контракта с Клахомой он был очень хорош в Торонто, и когда он подписал трехлетнее соглашение на 15 миллионов стандар, я считал, что это просто, ну, одно из самых лучших подписаний того года, а в итоге второй год подряд человек не может пробить 35% с игры, и хотя бы в этом сезоне больше 30% из дуги бросает, что лучше, чем в прошлом сезоне, но при этом все равно очень плохо относительно того, насколько Паттерсон умел раньше играть, по крайней мере, в составе Торонто. И да, и то, что вот Оклахома имеет такой результат, по большому счету играя в ротации там 6,5-7 человек, именно вот каких-то вот серьезных людей, потому что, да, там, это не Майк Дэнтон и Хьюстон, где играют реально 7 человек. В Оклахоме есть и Фелтон, и даже некому Дандро Бертону дают минуты там по 8-10 за игру, то есть с ротацией все у Бильдонована в порядке, но вот именно с точки зрения выхлопа, мне кажется, вот таких людей, ну, вот 6-6,5, которые реально дают результат Оклахоме, и тем для меня удивительно то, что они сейчас идут на второй строчке, я искренне рад за них, потому что Оклахому мне всегда хотелось поддерживать, именно вот благодаря тому, что Женя адресовал вот в своем монологе о том, что всегда Сэм Прести вроде как творит чудеса, а потом эти чудеса приводят его к разбитому корыту, который он клеит каким-то ПВА, и надеется на то, что он нормально будет стоять, функционировать, а потом вот этот склеенный тазик из ПВА даже в нем помещается больше воды, чем помещалось раньше, ну, то есть реально какие-то чудеса происходят, и я очень рад то, что такое именно происходит сейчас с Оклахомой. Перед тем, как мы как-то сфинализируем наше обсуждение Оклахомы, у меня есть вопрос, Жень, но я так понимаю, ты что-то хочешь сказать до моего вопроса, так что прошу. Ну, по поводу, да, по поводу Абринеса, ты так сказал, что вот человек там вклад и так далее, человек 6 игр уже пропустил, причем пропускает он их по причине какие-то личные проблемы. Никто в команде вообще ничего не говорит об этом игроке, у них нету никакой официальной информации о том, когда Абринес вернется. Может быть, эти фаны Оклахомы знают лучше, я, к сожалению, не обладаю какой-то информацией, помимо твитов Ройса Анива изнутри, Ройса Ян, господи, Ян, не важно. И мне, вот, к сожалению, к сожалению, непонятно, что там происходит вот с Абринесом. Ну, по поводу Фелтона и его внешнего вида я, конечно, уже прошелся. Человек не совсем в баскетбольной форме, он потихонечку, потихонечку худеет, но выглядело это не совсем здорово. Поэтому то, что они играют действительно очень ограниченным в плане эффективности составом, это ты абсолютно прав. И тем не менее, тем не менее, вот то, что каждый отдает себя в защите, это дает результат в целом команде. Ну, вот, относительно, вот, как раз, и ограниченного количества людей, которые могут давать, вот, какой-то выхлоп команде, именно с этим у меня будет последний вопрос, связанный по Аклахоме, после которого мы перейдем к обсуждению следующей команды. Жень, возвращение Андреа Робертсона, ну, ближе к концу этого сезона, насколько я понимаю, ну, оно неизбежно, и Андре Робертсон рано или поздно вернется. Как тебе кажется, вот, после того, как он вернется, вот, каковы мы Робертсона знаем, это элитный защитник, в котором сейчас, ну, Робертсон вообще, по сути, сейчас является идеальным отображением Аклахомы. Это элитный защитник без какого-либо броска. Как тебе кажется, вот, его внедрение после травмы, он даст Аклахоме буст, ну, то есть, улучшит их результаты, может быть, даже, вот, там, за счет большего, там, какого-то вклада в игру на своей стороне площадки, или, наоборот, это может сейчас порушить вот все игровые схемы Билли Донована путем вовлечения Андреа Робертсона какие-то серьезные минуты. Вот, какой твой прогноз относительно этого вопроса? Мы не знаем, к кем он вернется. И это, наверное, будет ключевым в ответе на твой вопрос, потому что, кем бы там он ни был раньше, сейчас это будет другой игрок. Травма у него была тяжелая, он уже два раза выпал из того графика, который они обещали, и непонятно, когда он вернется. То есть, теоретически, вот они должны оценить его состояние в середине января. Если они только оценят его состояние, то, соответственно, не раньше, чем через две недели он появится. Поэтому есть у меня определенные сомнения в том, что он будет большим, значимым фактором для ситуации в команде. Если это будет прежний Робертсон, во что у меня веры нет, то тогда он станет на свое место на двойку и Шрёдер просто уйдет во второй юнит. Но как надолго он будет, понимаешь, проблема у них не в защите, проблема у них в атаке. В атаке он им не помощник, соответственно, минуты у него будут ограничены. Поэтому насколько его импакт будет сильным, я думаю, что не очень. Каким бы он не вернулся. Будем следить за развитием событий в Оклахоме. Вероятно, поговорим до конца регулярного чемпионата об этой команде еще раз. Как раз может быть обсудим возвращение Андре Робертсон. Но на данный момент, мне кажется, мы осветили все важные аспекты, о которых хотели сегодня поговорить. Поэтому, считаю, можно приступить к обсуждению следующей команды, которую мы сегодня хотели порассуждать. Я сказал, что в Филадельфии может быть кто-то и сбросится с той четвертой строчки, на которой она сейчас занимает. И я, конечно же, само собой имел в виду Бостон Селтикс. Команду, вокруг которой было очень много ожиданий хайпа, говоря современным языком, перед началом сезона говорили, что это главный криптонит в борьбе против Голден Стейта. А в итоге, по прошествии первой половины регулярного чемпионата Бостон занимает лишь пятую строчку восточной конференции с показателем 23 победы и 15 поражений. Опять, как в прошлом сезоне, в основном их основной источник добычи хлеба, назовем это так, это оборона. Четвертый Бостон занимает строчку в ассоциации по дефенсиву рейтингу с показателем 105,7. А в атаке занимают десятую строчку в дефенсиву рейтинг с показателем 112. При том, что по потенциалу перед началом этого сезона казалось, что Селтикс должны пробивать 100 очков в каждой игре и вообще делать это с большим запасом, потому что имеют как минимум 5 игроков с потенциалом поехать на матч всех звезд. Но в итоге имеем то, что имеем. Команда не выглядит как прям такое целостное звено, по крайней мере в моих глазах по истечению первой половины регулярного чемпионата. Жень, давай, как всегда, ты задашь тон нашему разговору. Как тебе, Бостон, в этом сезоне? Можешь ли ты сказать, что он тебя разочаровывает или в принципе ты не видишь ничего страшного в том, что команда на данную секунду не оправдала возложенные на нее перед стартом регулярного чемпионата ожидания? Меня разочаровал один единственный человек, это Брэд Стивенс, потому что он должен был сделать больше, он этого не сделал, то, что получается в итоге полностью на его совести. Потому что менеджмент минут, и менеджмент ролей, это на 100% работа тренера. Если Брэд Стивенс не может это организовать, ну, это полностью на его совести. Да, там Браун не показывает того прогресса, который он должен был показать, который от него ждали. Он перестал расти как игрок, и он первую половину чемпионата откровенно провалил. Да, Розир отыграл с прежней эффективностью, ну, или можно сказать с прежней неэффективностью. Да, есть определенные претензии к Элу Хорфорду, который потерял свой бросок, я не знаю, с чем это связано, но может быть, ребята, фанаты Бостона в комментариях нам расскажут, с чем конкретно. Потому что там, да, была травма, но насколько она повлияла, непонятно. господи, давайте Хейварда еще цепанем, потому что многие говорили, что вот Хейвард не в форме и так далее, да, латеральные перемещения у него были заметно медленнее, постепенно Хейвард вышел на свою форму, но вот с ним происходит то, о чем я говорил еще год назад, когда его подписывали, что Хейвард это не идеальный вариант для Бостона, потому что он не ну не тот go to scorer, которого они искали. То есть не тот scorer, который будет брать руку. Что-то случилось со связью с Женей, мы сейчас попробуем эту палатку устранить, а я пока просто возьму бремя разговора на себя в первую очередь и попробую рассказать какие мои мысли относительно Бостона сейчас. Это ситуация приблизительно такая, что Бостон по большому счету в принципе соглашусь с Женей относительно того, что не могут они найти баланс в своей игре с точки зрения распределения бросков и по большому счету этот вопрос надо как-то решать. Сказал Женя относительно Брауна и да, человек просто деграднул очень конкретно в этом сезоне, потому что то, что он творит в этом сезоне непостижимо, потому что в прошлом сезоне, например, он клал около 40% своих трехочковых, а теперь делает чуть меньше 30% такого регресса с точки броска, даже Уэсбург не виден и не писан меня это удивило. Также меня удивил, я ожидал признаться честно, видимо, чуть-чуть я потерял нюх, так сказать, в своем баскетбольном романтизме, назовем это так, но я ожидал какого-то большего шага от большего шага вперед от Джейсона Татума, и тот как бы не сказать, что совсем как-то спустился вниз, но какого-то серьезного шага вперед за Джейсоном Татумом я не наблюдал, а тем временем мы, кстати говоря, вернули Женю в эфир, извиняюсь, опять же, дорогие слушатели, за эти палатки, Жень, я чуть-чуть пока что тебя не было поговорил о том, что именно с игровой точки зрения, с Игротской, у меня больше всего претензий к Брауну, само собой, что ты и сам без меня адресовал, ну и я сказал вот по поводу того, что я ожидал большего, наверное, прогресса от Татума в этом сезоне, чем он показывает, так что я возвращаю слово тебе, продолжай свою мысль, которая у тебя была до этого. Я прошу прощения, отвалился стационарный интернет, значит, по поводу, ты спасибо, что ты упомянул про Татума, я еще хотел бы сказать насчет Хейварда, по-моему, эта часть выпала, так сказать, из нашего общения, Хейвард сам по себе оказался не совсем тем игроком, на которого рассчитывали. И то, что он делает в итоге, это не, ну, немножко не тот уровень, который нужен этой команде. Я считаю, что Эйндж брал его в качестве скорера, то есть, как альтернативу Кайри в концовках, но это не Хейвард. его игра немножко другая, и мне кажется, что ему сейчас не место в этой команде. В зависимости, понятно, от того, как они будут играть дальше и оставят ли они Морриса, но та замена, которую я в одном из подкастов, своих подкастов, но пророчил, что переведение в старт с Марта и Морриса поможет решить многие проблемы, вот это, собственно, они сделали, и это дало свой результат. Сейчас мне кажется, что они должны постепенно, постепенно отказываться от Хейварда, и может быть, если они действительно решатся на этот ход, это даст положительный эффект для Брауна, если они покажут, что они в него верят, если они покажут, что вот это там твое место и ты будешь играть в старте, то тогда есть теоретический шанс, что Браун, может быть, заиграет. Я не знаю, насколько это там правда и так далее, потому что у Брауна там была и травма, и он уделял очень много внимания физической подготовке летом вместо большего внимания бросковой части, и вы это все видите в его игре, но мне кажется, что ключевая проблема это то, что Хейвард на сегодня не показывает того, что он должен показывать, и бросочек Хорфорда, он не на том уровне, на котором он был в прошлом году. Команде нужны, для того, чтобы команда играла и могла идти в плей-офф высоко, максимально высоко, ей нужен в оптимальной форме каждый игрок. Без исключения каждый, и то не факт, что они смогут пробиться через защиту Торонто или через Милуоки, в которой все полетит. Поэтому мне кажется, что тут будут большие вопросы, и это будет очень сложно для команды. как получится, покажет только время. Самое забавное, что ты продолжаешь референсить просевший бросок Хорфорда. В прошлом году он бросал на уровне 44% из УДГИ, сейчас он бросает 37%. Даже при таком большом просеве, который безусловно отражается на Бостоне, и тут я с тобой соглашусь, даже при этом Хорфорд далеко не является ключевой причиной просева в некоторых аспектах, потому что все еще на вполне судоваримом уровне, 37% из УДГИ, и в обороне он также все еще является одним из самых недоцененных игроков, которые, как мне кажется, вообще вполне себе могут по обороне, опять, как всегда, которого не будет никто даже ставить при голосовании за лучшего защищающегося игрока, хотя он чуть-чуть хотя бы этого заслуживает. Если брать какие-то статистические метрики по Бостону, то что хочется отметить, это вот именно современный баскетбол Стивенс, с которым продолжает гнуть свою линию, делает это довольно-таки хорошо, третье место по попыткам с трехочковой дистанции, 36,5 попыток за игру в среднем, и шестые по проценту их реализации, чуть меньше 37%, с точки зрения игрового, ну, и Гродского, то есть, если брать какие-то вот именно кандидатуры, помимо тех людей, которых ты сейчас отозвался, к Кайри Ирвингу не должно быть никаких претензий, человек играет на хорошем уровне, очень эффективно набирает очки, является лидером коллектива на паркете, хорошо разносит, так сказать, снаряды своим партнерам по команде, в обороне выкладывается на уровне прошлого сезона, что за ним никогда не наблюдалось в составе Кливленда, и да, абсолютно ты прав, Жень, Маркус Моррис в этом году просто рвет и мечет, проводит, наверное, свой лучший сезон, не мудрено, у человека контрактный год, будем смотреть, что из этого всего выйдет, но вообще, он сейчас играет на невиданном для себя доселе уровне, 50% с игры, 44% из-за дуги, он является в момент, когда Ирвинга, пожалуй, нет на паркете, лидером таким духовным и ментальным для Бостона, постоянно заряжает своих партнеров, пытается их мотивировать, какие-то кричалки, собирает в круги, в общем, круто, Маркус Моррис, мне кажется, я всегда думал, что Маркиф Моррис из-за тандема вот этих братьев поадекватнее молодой человек, но вот Маркус Моррис за последние два года поменял, мое мнение, кардинально, просто на 180 градусов, и при этом Маркиф Моррис сделал это то же самое, в принципе, в Вашингтоне, доказав, что, в принципе, все-таки в его сторону авансов давалось чуть-чуть больше, чем следовало бы, и следовало больше внимания обращать именно на Маркуса. Последний вопрос в обсуждении Босна, который тебе бы хотелось задать, Жень, Дэнни Эйндж, для Дэнни Эйнджа сейчас наступает самая веселая пора, и я не имею в виду его троллинг Леброна Джеймса в сравнении с Дональдом Трампом, я имею в виду обменный дедлайн, который должен скоро наступить, и я вижу как минимум двух-трех игроков, которые могут вообще очень спокойно покинуть Бостон в этом межсезонье, и, ну, я, в первую очередь, конечно же, имею в виду Терри Розиро, у которого этот год последний по его контракту новичка, а в следующем году он ограниченно свободный агент, не уверен, что Бостон согласится выписывать большое соглашение своему защитнику, которому не собирается предоставлять очень уж серьезные минуты второй год подряд, напомню, что прошлым летом Маркус Март выписали довольно-таки жирный чек в Бостоне, а также, ну, как мне кажется, Джелина Брауна вполне себе могут кинуть куда-нибудь под отвал, потому что все-таки, да, я соглашусь с твоим тезисом, что если Хейфорда куда-нибудь толкнут и тем самым дадут буст Брауну, я не говорю, что это неправда, но я считаю, что Гордона Хейфорда сейчас покупателей не будет от слова совсем, потому что человек имеет максимальный контракт и играет на уровне, ну, не на самом слабом уровне, не спорю, но при этом нету гарантии того, что человек даже близко вернется к формам себя такого старого, как тебе кажется, вот какие твои ожидания будут от поступков Дэни Эйнджа вот на флажке в этом феврале и вообще ожидаешь ли ты что-либо от него видеть? на флажке он точно ничего не будет делать, потому что если он летом молчал и ничего не делал и ждал, что будет показывать эта команда, то пытаться что-то менять и проводить какие-то изменения сейчас в дедлайн, не имея возможности встроить полноценного игрока, нового игрока в свою команду, нет, он ничего не будет делать, максимум, что это, если вдруг упадет им в руки какой-то более-менее приличный ролевик с рынка выкупов, а не с выкупа, а не с рынка не с дедлайна, то может быть тогда он кого-то подберет и то скорее, чтобы не достался другой команде, во всяком случае я бы в эту сторону смотрел, чем в плане поиска усиления для собственного коллектива, если уж Эйндж сделал ставку на команду сейчас в том состоянии, в котором она есть, то было бы логично остаться на этом же и следовать своей стратегии, своему видению, поэтому вряд ли они будут в дедлайн что-то там сильно активничать, понимаешь, многие называют их следующей целью Энтони Дэвиса, но Дэвис для них сейчас недоступен, поэтому все шаги будут отложены на лето, скорее всего именно так. Ну да, последнее, что хочется мне отметить по Босну, что я не успел сказать, то что я ожидаю все-таки то, что они все-таки залезут на пару ступень повыше восточной конференции, конечно, не думаю, что они смогут догнать Филадельфию и Торонто уже, но потому что те команды действительно уже такую мощную поступь организовали, которую, как мне кажется, они не собираются Милуоке и Торонто, да? Милуоке и Торонто, извини. Потому что у Бостона, если верить Баскет Рефу по тому самому рейтингу, о котором я сегодня уже говорил в разговоре про Оклахому, Strength of Schedule, который говорит о сложности расписания, Бостон на 24-й строчке в ассоциации, то есть, ну, они в шестерке команд, которому, ну, пришлось пока что жестче всего в плане расписания, перелетов, бэк-тубэков, игры с сильными соперниками, и сейчас должно стать полегче, и команда, мне кажется, стала чуть-чуть постабильней по сравнению с отрезком в конце ноября, начало декабря, когда у команды были, ну, какие-то такие критические моменты, когда даже были сборы игроков в раздевалке для обсуждения проблем, после тех пор, как бы, команда стала постабильней, и я думаю, что в троечку Бостон все-таки сможет залезть, может быть, Индиана сможет себя защитить от натиска кельтов, но вот за Филадельфию я очень, как сильно не уверен, и я думаю, что Бостон к концу сезона сможет все-таки получить, иметь за собой право домашнего превосходства в первом раунде плей-офф. Ну, а пока что, да, Бостон что-то такое себя представляет, будем также за ними смотреть, следить, ну, а пока предлагаю обсудить последнюю тему нашего сегодняшнего выпуска, ставшая уже сравнительно регулярной рубрикой нашего подкастка гонка за MVP. Должен признать, что в этом году гонка, как мне кажется, с точки зрения количества персонажей, ну, максимально яркая по сравнению с предыдущими двумя-тремя годами, как минимум, да, все-таки есть лидер за счет сильного выступления Милуоки, который имеет сейчас на данный секунду 27 побед и 11 поражений, да, конечно же, я имею в виду Яниса, но я не могу сказать, что он прям очевидный, врывеглазно, ну, объективно, стопроцентный фаворит на эту награду, потому что я вижу как минимум четырех людей, которые вот за ним идут прям сравнительно по пятам, и один из людей, который, вот, принимает участие в этой погоне, назовем это так, за последние две-три недели сделал свой кейс на повторение своего прошлогоднего МП намного солидней, да, я говорю о Джеймсе Хардене, который просто проводит сумасшедшую серию из игр подряд с 35 очками и 5 ассистами минимум, повторяет достижения, которые были осуществимы до этого только Майкл Джорданом и Коби Брайантом, и сейчас, судя, опять же, по уровню хайпа, который обитает Хьюстон, если они будут в пятерке, четверке, то шансы Яниса уже не кажутся настолько очевидными, и при этом не будем забывать о Кавае Ленарде, Николе Йоковиче и уже вышеупомянутой нами в этом выпуске Поле Джорджа. Как ты видишь на данную секунду гонку за MVP, Жень, и поделись своими ощущениями, действительно ли Харда настолько сильно приблизился к Янису, или все-таки к Греку, пока еще можно не переживать относительно своих шансов на эту престижную награду? Знаешь, очень редко, когда человек, который резво стартует в самом начале, очень редко ему хватает запала дойти до финиша, и крайне редко он выигрывает. То есть, здесь, скорее всего, будет та же ситуация, потому что Янис пока все еще делает свою работу, делает ее замечательно, но для результатов команды Харда делает намного больше, потому что я буквально пару дней назад писал на канале, что Хьюстона принципиально в плане игры в защите, в плане каких-то решений тренерских у них ничего не поменялось. Но команда вместо того, чтобы проигрывать, она просто взяла 9 из 10 последних матчей, проиграла только выездной матч в Майами в 2 очка, ну и собственно сами виноваты. И вот до вчерашнего поражения у них было по-моему 10-1 что-то такое. Поэтому я не уверен, что вот по состоянию на 6 декабря, 6 января живу в прошлом, да, по состоянию на 6 января у Хардена есть сейчас соперник, но опять-таки Харден очень редко оставался на таком же пиковом уровне дольше, чем 6 недель. И в принципе большинство игроков, выходя на пик формы, они остаются на нем 6-8 недель. После этого идет спад, это неизбежно, это нормально, и меня смущает только то, успеет ли Харден восстановиться после вот этого безумного рывка, на который он оказался способен, потому что многие забывают, что вот его игра она достаточно энергозатратна, он тратит очень много сил на то, чтобы набирать очки в своем стиле. Там, те, кто скажет, что там надо, сколько там сил надо, чтобы бросить штрафные, штрафные надо сначала заработать, а зарабатываются штрафные в основном в контакте с соперником, а любой контакт он выматывает. Поэтому Хардену достаточно сложно физически скорить, и насколько его хватит, я думаю, что не очень надого, и мы где-то ближе к All Stars, он начнет затухать. И вот успеет ли он восстановиться к середине апреля, когда он опять будет нужен на пике, вот это самый главный вопрос. Понятно, что сейчас Мори еще сделает как минимум одно приобретение, а скорее всего два. Одно будет на рынке обменов, одно будет на рынке выкупленных игроков. Я не знаю, кого конкретно он будет искать, кого где он будет искать сейчас, но все люди, которые говорят про трейд Бейзмара и так далее, если бы Мори хотел видеть Бейзмара в команде, он бы уже это сделал. Абсолютно точно и абсолютно легко, потому что Атланта вполне могла бы им отдать. Но, видимо, что-то все-таки не так, раз до сих пор Бейзмар не является частью Хьюстона. При том, что Иверс, в принципе, не особо сильно уступающий по скиллам Бейзмару, он моментально с НК отказов шоу в Хьюстон мгновенно. Поэтому, прежде чем повторять высказанные кем-то мысли, я прошу всех наших слушателей еще думать самостоятельно. Что касается, я жду, что кто-то из ветеранов, вроде Марвина Уильямса, Демара Кэрролла и так далее, окажется в, может быть, Веса из Далласа, может быть, он окажется в Рокетс. Но так как контракты у всех перечисленных достаточно тяжелые, там 15 плюс миллионов, то скорее всего это те, кого клуб может быть выкупит. И если Бруклин Кэролла вряд ли будет выкупать, потому что они стараются там влезть в плей-офф и помощь может понадобиться, то два других персонажа вполне могут оказаться в Рокетс в районе там первого марта. Они люди опытные и им встраиваться в игру долго не придется. Если же мы вернемся ближе к теме нашего разговора про рогонку за MVP, то вот помимо... Да, не, ничего страшного, чем больше контента, тем лучше. Но вот если возвращаться к этому разговору, то Янис и Харден как-то вот и между ними на твой взгляд большая разница между другими игроками там, опять же, как я уже сказал, Кавай или Йокич, у которого тоже была сумасшедший такой двухнедельный промежуток, в котором он там делал в среднем трипл-дабл и, ну, на самом деле, если посмотреть цифры Йокич, то ума не приложишь, что это именно вот такой большой семифутовый и вообще, ну, как такое возможно? Ты их вообще не рассматриваешь уже в этой гонке? Или рассматриваешь, но с очень... Йокича нет. Йокича не рассматриваю, причина проста, он важен, но там без него тоже есть кому играть, и я имею в виду не столько Мюррея, сколько остальных. Да, понятно, что Йокич организует игру, безусловно, но его можно выключить, и это продемонстрировал и Сан-Антонио не так давно, и, в принципе, тактика там более-менее очевидна и понятна, и любая команда, которая... Из-за этого я, собственно, не так высоко оцениваю шансы Денвера и в плей-офф, потому что выключить Йокича возможно, и уже показали нам, как это сделать. Поэтому если ты выключить Хардена, шансов нет, выключить Яниса, шансов нет. Выключить Леброна в атаке тоже шансов крайне мало, поэтому я не могу считать претендентом на MVP человека, которого можно заглушить на целый матч. Это единственная причина, по которой я не смотрю в сторону Йокича в качестве MVP. Все-таки третий человек, который в этой гонке находится, это Леброн, просто потому, что вот сейчас его пять матчей нету, у Лейкерс 1-4 в этих матчах, и они проиграли не то, чтобы там суперзвездным Сакраменто и Нью-Йорку. И это совсем беда. То есть, если команда проигрывает таким коллективом, то все плохо. Опять-таки, возвращаясь к дискуссии о том вкладе Леброна в командный результат. Вот они без него 1-4. И если клиперс, с которыми они играли теоретически можно побороться, и они могли бы совершенно спокойно с ними играть, то сейчас без Леброна они отлетели 11 очков и без единого шанса вообще, в принципе. Поэтому ждать, что там они навяжут серьезную борьбу о Клахоме, тоже было по меньшей мере наивно. Они пытались, да, они старались, но в итоге как только оказалось нужно, Клахома включилась и собственно все закончилось достаточно быстро. Поэтому я бы не сбрасывал еще Леброна из этой гонки. Вряд ли, конечно, его наградят, но может быть, может быть, если там лейкерс окажутся на хорошем месте в итоге, по итогам сезона и как раз у бороды будет спад и мелоки будет беречься к плей-офф, может быть, в этом случае журналисты дадут либо очередную статуэтку MVP сезона, но вряд ли. Будем в любом случае держать руку на пульсе за этой гонкой пуш, но в этом году она реально поинтереснее, чем в прошлых, как мне кажется, и много еще может поменяться, опять же, пример последних двух недель, когда Харден ворвался в эту погоню, вот просто буквально из ниоткуда, это очередное подтверждение, и может быть, в следующий раз Женя поменяет свое мнение и скажет, что Йокич МВП, конечно, это очень маловероятно, я думаю, но в любом случае, думаю, мой посыл, вы, дорогие слушатели, поняли, что все изменчиво, да, думаю, на этом философской ноте можно подвести итоги нашего сегодняшнего выпуска, в принципе, обсудили все, что хотели, спасибо моему постоянному соведущему, вы все ее так прекрасно знаете, что я лишний раз ее представляю, а по ушту мне не впадлу, Женя, Джерри Биг, автор телеграм-канала его игра и блога на Спортс.ру, спасибо себе, как всегда, за запись в сегодняшнем выпуске, буду ждать тебя при записи следующих, спасибо еще раз. Да, ребят, всем спасибо, что нас слушали, как всегда, ссылочки на каналы Жени будут в описании, также ссылки на наш Mixcloud канал, где выходят аудиозаписи наших подкастов, телеграм-канал и группа Hi5, наше сообщество ВКонтакте, плюс ссылка на наш блог на Спортс.ру, на наш канал на Твиче, на котором ничего не происходит, но мало ли, может быть, вам нечего делать, почему бы и нет, и думаю, на этом ноте можно заканчивать выпуск. Спасибо большое, с вами были Джерри Биг и Марк Бурчаков, и до следующего подкаста.